Музыка Наверное не стоит говорить много хвалебных слов об этих мурчащих питомцах. Они покоряют свои грации и независимости. В мире миллионы людей, для которых кошечка – друг, член семьи. Для многих держать кошку в доме – это удовольствие, когда темными холодными вечерами засыпаешь под тихое ракотание домашнего матурчика. И вот моя подруга, проводив последний путь, в прошлом году друг своих старичков, которым было по 14 и 17 лет, созрела для принятия нового домашнего питомца. А так как у нее еще была собака, мы стали выбирать молодого спокойного котика, чтобы не получилось выражение «жить как кошка с собакой». Обладая кучу сайтов приемников для животных, мы нашли молодого 8-месячного красавца и отправились его забирать. Нужно отметить, что в период коронавируса интерес к кошкам сильно повысился, а за молодыми котятами – длинная-длинная очередь. Мы приехали в частный приют провинции Антверпе и сразу столкнулись с кучей трудностей. Нам не разрешили снимать, поэтому просим извинений за качество съемки. Без животных, попавших в приют различные, в основном это отказник. Причины такие же, как и в других странах. Питомец надоел, болен, требует много заботы, а иногда и денег. Аллергия у кого-то из членов семьи или переезд. Уличных собак в Бельгии нет, но уличные коты, а вернее деревенские, то есть домашние котики, на самобыгуле часто встречают. Их периодически отлавливают и доставляют в приют. Взрослые животные трудно адаптируются и доживают свой век в приюте. А вот бывшие домашние, как правило, не задерживаются и быстро находятся в новых хозяинах. Так получилось и в нашем случае. Выбранный подругой котик никак не шел в руки. Зато другая кошечка, к нашему удивлению, проявила к нам интерес. И подруга поменяла решение, решила забрать именно ее. И это черный, это здесь? Нет, это... Это... Это зверфкат. Да. Я был их гонален. Я был их гонален. И я был их гонален. И вообще... В начале было их трудно. Я думал, что... Я буду их террелизировать. И опять уйти. Но потому что они так бравы Я сказал, что я буду их здесь. И я буду их террадоптить. Потому что они были в септембер. Да, это очень красивый. Да, это очень красивый гонален. Но мы сняли их. И снова проблема. Помимо обычной модификационной карты, которая требуется при оформлении, стали спрашивать пин-код этой же карты, которую, конечно, никто и не знал. Забирание Стеллы, так зовут кошечку, было отложено на следующий день. И вот малышка в новом доме. С новыми друзьями. Пусть у нее служится счастливая жизнь. А уж об этом моя подруга позаботится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok уютный дом и любящих хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь с нами на канале Картинки Бельки